Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу вас ознакомить с самыми последними новостями. Статья интересная появилась в Хаген-Азе. Заговоры Еревани против России. Что скажет Путин? Сейчас зачитаю, а потом обсудим. Долгожданный визит председателя Европейского совета Шарля Мишеля страны Южного Кавказа начался с Еревана. В Ереван, так называемый форпост российских интересов на Кавказе, Мишель прибыл с распротертыми объятиями и со стопкой документов в кожаном чемоданчике. Документы, которые позже в Ереване на совместной пресс-конференции со своими единомышленниками реформатором Пашиняном обнаружила председатель ЕС, предполагая стратегическую помощь Армении. Своего рода новый план Маршала. Назовем его условно планом Мишеля по спасению разгромленной во время войны экономики Армении. Вот 2,6 миллиарда долларов сейчас будет в помощь Армении. Подумайте только. Речь идет о невероятной помощи, почти равной годовому бюджету Армении на 21 год. Ну вот, Шарм Мишель приехал к Пашиняну для спасения Армении. И теперь Пашинян, ну как сказать, развел бурную деятельность уже в своем правительстве. Вот, российские генералы не доверяли человеку Сороса. И Пашинян посадил его в кресло главы МИД Армении. Это речь идет о Армении Григоряне. Сейчас он пересел в кресло главы внешнеполитического ведомства. И вот, Пашинян назначил Григоряна по настойчивой рекомендации друзей и наставников из Вашингтона. И это только первый шаг. Из армянского правительства будут исключены все лица, замаравшие себя в сотрудничестве с Кремлем. Представляете, Пашинян начал чистку сейчас у себя в правительстве. И все, кто сотрудничал с Кремлем, все будут нахер уволены. И сейчас только ему уже диктуют условия. И называется, вот слово правильное тут написано, из Вашингтона. Ну и вот сейчас дальше как раз вот фотография Путина с Пашиняном. Пашинян так красиво кинул Путина, представляете, даже это с области фантастики. Сейчас я вам зачитаю это как раз продолжение этой статьи и расскажу в чем дело. Вот слово за Путиным, Россия теряет Кавказ. Сейчас такая ситуация слаживается, что Пашинян, как сказать, очень сильно, как сказать, правильно выразиться, подставил Путина. После всех этих Владимир Владимирович, я вас уважаю, мы все сделаем, как вы нам типа советуете. И он подлег сейчас под французов. И это удивительному по своему накалу и ненажинности сценарию развития событий. Настает момент истины для Кремля. Наконец Россия должна принять окончательное и недрухсмысленное решение. Либо Кремль, как в Ельцинские ураганные годы, будет с равнодушием взирать со стороны на бархатную политическо-экономическую интервенцию наступающего Запада. Либо окажет противодействие, сохранив свои приоритетно-военно-политические интересы в регионе. Третьего не дано. Третьего не дано. Российские военные базы и присутствие спецслужб Еревания не спасут. Как не спасли его времена Ельцина. История повторяется дважды. И этот фарс разыгрывается в центре Еревана. Однажды Запад, заключив союз с правительством Пашиняна, Т.Р. Петросянам, расширил зону своего внимания влияния на всем Кавказе. Ни российские базы, ни спецслужбы не остановили разрушительный для интересов Кремля коварный замысел Запада. Устремившего свой взор на южные рубежи России. Спустя 30-летия Вашингтон, Париж и Бруссель, сплотивших единый мощный кулак, снова нанесли удар в подбрючье России Владимира Путина. В этом им усиленно помогали пашинянцы Армении. Россия должна наконец сделать свой выбор. Или Кремль окончательно теряет регион, или оставляет Армению в одиночестве со своим прозападным выбором. Как часто повторял Михаил Сергеевич Горбачев, процесс пошел. Ну да, сейчас процесс пошел очень быстро. И никто не ожидал от Пашиняна такого реверанса, что он в сторону Запада, что французы, американцы ему помогут, выделят огромные деньги. Он после этого кинет Путина. Ну а что сейчас делать Путину? Вот он срочно вызвал Ильхам Алиева в Кремль. Вот сегодня у них будет встреча. А что делать Путина? Только вызывать Ильхам Алиева и советоваться, а как дальше поступать. Ну вот, пишут. Президент России Владимир Путин 20 июля в Москве проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильхам Алиев. Основное внимание будет уделено договоренностям по Карабаху. Да, тут уже недоговоренности по Карабаху. Тут надо уже думать, что делать. Как, так сказать, спасать ситуацию. Сейчас они будут с Ильхам Алиеву планировать какие-то действия против этого заговора. Это настоящий заговор. Против России осуществляется, так сказать, серьезная провокация, можно сказать. И не зря вот этот бородатый приехал с пакетом, с чемоданом, полных 2,6 миллиарда денег. И вот, и тут уже идет в Армении в правительстве заговор. Пашинян всех этих пророссийских выкидывает. И вот он и Путина кинул. И Путин с таким лицом удивительным. Так, Пашинян, ты что меня кинул? Дорогой, тут мы с тобой, у нас была дружба, мир, любовь. А Пашинян ему во, Владимир Владимирович. Интересно, да. Исказно звание. Слово за Путиным. Россия теряет Кавказ. Ну вот к этому идет, ребята. Будет интересное событие впереди. Ну ладно. Всем спасибо. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok